Международный арбитражный суд в Гаге начал рассматривать арбитражное заявление Нафтогаза Украины к Российской Федерации. Арбитры рассмотрят требования компенсации за активы украинской компании, которых она лишилась в связи с аннексией Крыма. При этом страна-оккупант заявила, что не признаёт юрисдикции арбитражного суда в этом процессе. Напомним, ранее Нафтогаз сообщил о намерении увеличить сумму иска к российскому «Газпрому» на 5 миллиардов долларов. Об этом заявил коммерческий директор Юрий Ветренко. Речь идёт о деле, которое в настоящее время рассматривает стокгольмский арбитраж. По словам Ветренко, решение будет принято до декабря. Напомним, в настоящее время общая сумма исковых заявлений к российскому газовому монополисту составляет 13 миллиардов долларов. Австралийская федеральная полиция провела масштабную спецоперацию, направленную на уничтожение двух наркокартелей. В ней также участвовали правоохранители Объединённых Арабских Эмиратов и Нидерландов. В общей сложности спецслужбы задержали 17 подозреваемых и изъяли примерно две тонны наркотиков. В Сиднее прошли рейды по 32 домам. Полиция арестовала девятерых мужчин и одну женщину. По словам представителей австралийской федеральной полиции, это одна из самых масштабных операций против организованной преступности за всю историю страны. Ещё пять человек арестовали в Дубае местные правоохранители. Двоих мужчин арестовали в Нидерландах. Их подозревают в организации поставки наркотиков австралийской преступной группе. «Расследование началось в середине прошлого года, когда мы узнали, что этот синдикат планирует ввести крупную партию наркотиков в Австралию. Суд подтверждает, что австралийские преступники тесно сотрудничали с синдикатами в Нидерландах и Дубае». По данным полиции, наркотики так и не попали в Австралию. Их изъяли в Нидерландах. В руки правоохранителей попали 1 тонна, 800 килограммов экстази, 136 килограммов кокаина и 15 килограммов кристаллического метамфетамина. По оценке полиции, стоимость изъятых наркотических веществ составляет почти 650 миллионов долларов США. Нигерийский программист Оскар Эхпонима создал веб-предложение, которое поможет его соотечественникам избежать голода. Программа под названием «Чоубери» позволяет найти магазины, в которых есть продукты со стекающим сроком годности и купить их со скидкой. В детстве Оскару самому пришлось жить в проголодь. Отец болел и не мог работать. «Я хорошо помню, как в то время дома не было здоровой и качественной пищи. У нас по два дня подряд могло не быть нормальной еды. Это очень сильно повлияло на меня, на мои стремления в учёбе. Я всегда говорил, что когда-нибудь решу эту проблему». По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, примерно треть продукта в мире не употребляется в пищу. Они портятся при сборе урожая и транспортировке, или же их выбрасывают в магазины или сами потребители. Срок годности на упаковке с продуктами указывает на то, как долго они сохранят наилучшее качество. При правильном хранении такую еду можно употреблять некоторое время и после истечения срока годности. Программой Оскара Эхпонима уже пользуются благотворительные организации. Они поставляют продукты в детские дома и в сообщества с низким уровнем дохода. Чизоба Укву – вдова с тремя детьми. Без гуманитарной помощи ей просто не прожить. «Мне очень сложно найти еду, чтобы прокормить семью. У меня нет работы. Мне помогают люди, и тогда я могу накормить детей. Но теперь будет лучше». По данным Всемирной продовольственной программы ООН на северо-востоке Нигерии из-за военного конфликта, живут на грани голода более 4 миллионов человек. При этом треть всех нигерийских детей в возрасте до 5 лет также голодает. Оскар Эхпонима надеется, что его приложение изменит ситуацию к лучшему. «Мы ожидаем, что к концу 2018 года сможем обеспечить доступным питанием от 50 до 100 тысяч семей. А долгосрочная цель – превратить это приложение в большую платформу данных». Эхпонима выиграл премию «Ролекс» 2016 года. Эта награда присуждается новаторам за инициативу, которая помогает изменить мир к лучшему. Теперь нигерийские специалисты работают над тем, чтобы сократить количество выбрасываемых продуктов в разных регионах страны. В Королевском музее Онтарио представили самое большое сердце в мире. Оно принадлежит одному из двух синих китов, чьи туши выбросила на побережье канадская провинция Ньюфаундленд и Лабрадор три года назад. «Встретить тушу синего кита на суше – большая редкость. Обычно они тонут, поскольку у них не так много жира или подкожного сала, как у других видов китов». Размер органа – полтора метра на метр двадцать сантиметров. Вес – более 180 килограммов. «Некоторые динозавры, такие как зауроподы, длиннее, но по весу синий кит – самое тяжелое животное, которое когда-либо жило на Земле. И, конечно, его сердце самое большое». После излечения сердце отправили в немецкий Бранденбург, где пластинировали. То есть его забальзамировали при помощи силиконового полимера, удалив всю воду. Сейчас это сердце помогает ученым лучше понять физиологию синего кита. «Это первое и единственное имеющееся у нас сердце синего кита. Так что теперь мы измеряем его камеры и диаметр кровеносных сосудов. Мы получаем точные размеры, которые раньше высчитывали приблизительно». Сердце будут демонстрировать в Королевском музее Онтарио до 4 сентября в рамках экспозиции под названием «Из глубин. История синего кита». Субтитры создавал DimaTorzok